так ребята это снова я не стал я ждать пяти тысяч километров как он пройдет хочу быстро записать один ролик очень кому-то будет полезный касается он вилки которая прошлом выпуске упоминал вилка сантурок сети и чело 100 миллиметров заявленных значит я говорил там что она ходит на настоящие свои 80 на 100 она не ходит это действительно было так сейчас как видите вот даже по рискам если смотреть она у меня ходит на честные свои даже я мерил чуть больше тут 108 миллиметров получается примерно ее максимальный ход значит как я этого добился все ребята очень очень оказалось просто дело все в том что я решил свою вилку зарядить энергией прямом смысле слова купил я ребята электролит в строительном супермаркете которым аккумуляторы для аккумуляторов электролит автомобильных аккумуляторов вообще что такое электролит серная кислота по сути только не разбавленная низко концентрированная вот в общем говоря купил я этот электролит обошелся у мне примерно в два с половиной или в три доллара литр электролита может даже меньше точно не припомню но в общем ценовая политика примерно такая значит этот электролит я налил в банку стеклянную литровую и разбавил его примерно один к одному с обычной водой потом я разобрал вилку вот здесь у него находится масляный демпфер которым локаут управляет то есть он он и лочит вилку вот видите как видите кстати потерял эту шпильку или как она ручку это переключение чуть поверил сильно упал схватил себе змеиный укус так называемый через бордюр короче ковыркнулся ребята и потерял где-то это фигня я не не смог ли найти может быть она отдельно продается если кто знает где можно отдельно такую чтобы купить напишите мне я что-то не знаю даже как она называется правильно значит продолжаем по-быстрому снял я разобрал вилку здесь масляный демпфер здесь пружина я ее вынул подрезал в смысле там был уже меня подрезанный эластомер эту пружину металлическую я значит вставил в банку там где уже была налитый электролит и разбавленной водой и все это дело я поставил на сутки только что я сделал именно я эти сутки пружину потихоньку из банки виток завитком поднимал я на горлышко банки вот так вот поставил перекладину в линейку виде перекладины и на нее подцепил пружинку наполовину пружина была все в этой кислоте окунул получилось наполовину выглядывала из банки то есть ее серная кислота не тронула и вот и через каждые два-три часа по проб по одному витку вот так вот пружину вынимал из этой кислоты таким образом кислота растворяла пружина неравномерно и получилось именно в итоге через сутки пружина с переменным сечением значит насколько я помню самая изначально пружина была толщиной три с половиной миллиметра вид пруток в конце в самом конце самая минимальная толщина которая у меня получилось это 3 и 1 по моему или 32 миллиметра то есть разъела и его достаточно хорошо что же после этого произошло вставил я ребята пружину в вилку и у меня блин совсем другая вилка получилась настоящая качественная очень похожи на воздушную вилка только единственно тяжелее малеха переменно сечения пружины дала так называемую в общем говоря изменяющуюся кистограмму напряжений пружины для того чтобы нам амортизировала самые тонкие витки сжимаются быстрее реагируют быстрее они с реагируют на разные мелкие кочки разные мелкие камушки и тому подобное разные мелкие преграды вот так когда уже напряжение вилки достаточно большое возникает и какой-то большая преграда то ее тоже вилка классно отрабатывает поэтому моя идея о том чтобы покупать себе воздушную вилку наверное останется идеей я про него пока забуду в целом что с велосипедом пока произошло потерял я при том же моем падении потерял я вот этот барашек не стал я заморачиваться искать какой-то новый и так далее ближайшем будущем на велик я ну как видите ничего тут навесов не появилось велик в своем обычном и обычной форме единственное что я переставил поменял местами покрышки переднюю назад заднюю на перед потому как и стираемостью задние больше и вот здесь вот протектор уже совсем маленький был а здесь у переднего колеса достаточно высокий протектор очень очень высокий протектор и поэтому таким образом я решил этот вопрос эти покрышки поездят еще наверно нормально значит велик как я хотел сказать ждет в ближайшем будущем день два-три в общем на этой неделе до паски хочу успеть апгрейд я хочу поставить сюда gps трекер gps трекер я делаю сам на базе arduino сейчас у меня правда возникает проблема том что он получается достаточно громоздкий и тяжелый ну как тяжелый ну грамм 200 наверно он будет весить я не знаю сколько весит просто сам аккумулятор я планирую запитывать от аккумулятора 18650 вот ну короче говоря в общем посмотрим не знаю если получится все будет ура об этом будет отдельный ролик я расскажу как я все делал выложу скетч выложу схему если кто себе захочет в общем себестоимость там если на будущее вам сказать требуется семестоимость получается где-то в районе где-то в районе 20 долларов но это при том что я все покупаю я ничего не использую бушного я более того заказываю плату печатную на ресурсе я дам на него ссылку внизу ролика это ресурс по проектированию печатных плат чтобы все было достаточно ну имело цивильный какой-то вид человеческий а не на проводушках а бы как ну вот правда еще решу насчет аккумулятора какие использовать 18650 или 14500 в общем пока еще не знаю мне нужны высокотоковые ампера на 3 аккумулятор нужен чтобы он выдавал и где-то вольтажом 37 вольт мне в принципе сгодится но вот короче говоря ребята вот такой очень короткий выпуск так что всем спасибо всем пока подписывайтесь очень скоро будет интересный выпуск про gps опять я снимаю вам на фоне озера как вы видели это уже совсем другого озера это озеро в бортничах надеюсь вот такой шикарный пляжик есть местные ребята выходят сюда купаться там дальше идет стройка здесь частный сектор вот я сейчас туда еду не буду возвращаться к себе домой кормить моего ребенка все всем пока всем спасибо